Доброе утро всем зрителям телеканалов НВК Саха, Якутия 24 и слушателям радио Тетим. В прямом эфире отчет правительства за 2021 год по блоку развития человеческого капитала, образования, науки, профессиональной подготовки и расстановки кадров, культуры, искусства и духовного развития, языковой политики, организации архивного дела, объектов культурного наследия, физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, инновации, цифрового развития в сфере массовых коммуникаций. Инфокоммуникационных технологий развития массовой информации, международного и межрегионального сотрудничества, национальной политики. И у нас сегодня в студии заместитель председателя правительства республики Сергей Васильевич Месников. Здравствуйте. 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 Любовь Гоголева. Любовь Гоголева. Также напоминаю, что в режиме ВКС с нами сегодня работают руководители подразделений различных учреждений, подведомственных структур тех министерств и ведомств, которые курирует Сергей Васильевич Месников. Начинаем отчет правительства Якутии за 2021 год. В первой части нашего эфира мы расскажем об итогах года по курируемым отраслям заместителя председателя правительства республики Сергея Месникова. Предлагаю начать наш отчет с просмотра видеосюжета, который подготовили наши коллеги с телеканала «Якутия-24». Внимание на экран. 2021 год, объявленный в России годом науки и технологий, прошел с высокими темпами развития системы образования и науки. Программа развития научно-образовательного центра «Севертерритория устойчивого развития», принятая совместно с регионными партнерами, стала победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня 2021 года. Начата реализация второго этапа программы комплексных научных исследований в республике Саха-Якутия, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы. 25 ученых получили единовременное вознаграждение за защиту кандидатской и докторской диссертации. 30 молодых ученых получили стипендию за достижения в сфере науки. С 2022 года учреждены 10 грантов главы республики Саха-Якутия молодым ученым, специалистам и студентам по 500 тысяч рублей. Издан трехтомный научный труд «История Якутии». Введено 9 школ, 13 детских садов. Продолжается укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Приобретено оборудование стоимостью более 200 миллионов рублей для регионального центра по работе с одаренными детьми. В двух специальных коррекционных школах обновлена материально-техническая база. Выделены автобусы 70 школам. По итогам работы в 2021 году республика в течение двух лет получит федеральные субсидии на капитальный ремонт и оснащение 58 школ и на приобретение и строительство 9 школ. Для привлечения и закрепления педагогических кадров в северные и арктические улусы реализуется программа обеспечения жильем педагогических работников сельских школ. 25 учителям, выполнившим условия договора, оказана государственная поддержка для улучшения жилищных условий в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Продолжена реализация федеральной программы «Земский учитель», в рамках которой 16 учителям предоставлены единовременные компенсационные выплаты по 2 миллиона рублей. Продолжена реализация проекта «Учитель Арктики», в рамках которого адресную помощь получили 34 молодых специалиста. Уделяется особое внимание сохранению и развитию государственных и официальных языков. Разработана цифровая образовательная платформа по изучению родных языков. Издана учебная литература по языкам коренных малочисленных народов Севера и якутскому языку и литературе. Несмотря на ограничительные меры, прошедший год был наполнен значимыми событиями в культурной сфере. В республике присужден почетный статус территории книги и чтения. Организованы Дни Якутии в республике Татарстан. Проведен эссе Халанхо в Валекминском районе. В семи регионах России проведены Дни якутского кино. Укреплена материально-техническая база 20 домов культуры, 9 детских школ искусств. Оснащен виртуальный концертный зал в Якутском музыкальном колледже. Продолжается строительство и реставрация объектов культуры. Введено 7 объектов культуры. Модернизирован кинозал Дома культуры «Каскад» в поселке Светлый Мирненского Улуса. Выполнен ремонт 4 памятников истории и культуры. В том числе и ремонт объекта культурного наследия федерального значения башня Манчары 19 века. Одним из основных событий в 2021 году стало проведение 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». 29 декабря 2021 года правительством России принято решение о проведении 8-х международных игр «Дети Азии» в городе Якутске летом 2024 года. На официальных спортивных мероприятиях якутскими спортсменами завоевано 92 медали, в том числе 68 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Введено 5 объектов физической культуры и спорта. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму более 49 миллионов рублей, в том числе спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок ГТО в Обыском, Анабарском, Верхнеколымском, Оленёкском районах и городе Якутске. Завершено подключение к сети интернет 1385 социально значимых объектов, в том числе 434 образовательные организации и 257 учреждений культуры. Построено свыше 13 тысяч километров Волс. В прошедшем году 70 населенных пунктов в 18 районах республики подключены к Волс. Внедрены безлимитные тарифные планы по спутниковым каналам связи в районных центрах арктических районов республики. Батагай, Белая гора, Среднеколымск, Тикси, Хану, Зырянка и в селе Оленёк. Резидентами технопарка Якутия и IT-парка создано 367 новых рабочих мест. Созданы муниципальные IT-центры в пяти улусах – Верхоянском, Горном, Кабяйском, Татинском улусах и Оленёкском и Венкийском национальном районе. Поддержаны 56 социально значимых проектов национально-культурных объединений коренных малочисленных народов Севера и казачьих обществ на сумму более 22 миллионов рублей. Достижения в культурной и спортивной сфере являются залогом гармоничного развития личности, успешной адаптации общества к изменениям в современном мире. Сергей Васильевич, мы посмотрели те значимые события в отраслях, которые Вы курируете как зампред правительства. Год науки и технологий в 2021 году на территории республики отмечен позитивными изменениями и в развитии системы образования и науки, внедрении инноваций. Также наблюдались высокие темпы цифровизации в республике, заметные успехи в сфере культуры, спорта и внешних и межрегиональных связей. Вот эти вот отрасли. Расскажите, пожалуйста, что позволило добиться таких результатов в 2021 году и на что были направлены основные усилия правительства в прошедшем году? Доброе утро, уважаемые жители нашей республики. Доброе утро, Дмитрий. В нашей работе главная цель – это создание высокого уровня жизни человека в нашей республике. И для нас очень важно, чтобы каждый житель республики имел возможность реализовать свой талант, свое знание и тем самым достичь успеха в этой жизни, в своей родной республике, в России, да и во всем мире. К этой основной цели и подчинена работа в правительстве республики, органов государственной власти, в министерстве ведомств и нашего блока, блока развития человеческого капитала. Такие стратегические цели и задачи определены указами главы республики и другими документами в сфере образования, науки, культуры, спорта, инноваций и цифрового развития. Я бы хотел сейчас остановиться на некоторые моменты нашей работы, которые определили суть нашей работы за прошедший 2021 год. В сфере образования основной целью у нас является повышение качества образования. И перед нами глава республики поставил амбициозную задачу, чтобы мы, республика, стали лидерами качества образования в Российской Федерации. И ежегодно делается мониторинг качества образования на уровне Российской Федерации. И в этот мониторинг включаются множество факторов. Такие как воспитательная работа, дополнительное образование, работа с талантливыми детьми, методическая работа в школах, это и квалификации наших учителей, это итоги участия детей в Олимпиаде, государственные экзамены. И это все суммируется, и по России выводится итоговая оценка качества образования в регионах России. Если мы недавно, совсем недавно, два года назад, занимали 37 место, то по итогам прошлого учебного года мы заняли 19 место по качеству образования. И первое место по Дальневосточному федеральному округу. Это говорит о том, что абсолютно все правильно делается в системе образования. Это говорит о том, что наши дети любят и хотят учиться в наших школах. И выпускники школ поступают в наши высшеучебные заведения, среднеспециальные учебные заведения. И выпускники учебного заведения после окончания учебы остаются работать в нашей республике во благо процветания нашей родной республики. Вот это основная цель в нашей системе образования. И мы, вы знаете, республика традиционно уделяет большое внимание к строительству социальных объектов, в том числе школ и детских садов. По итогам прошлого года, как было сказано в сюжете, мы 10 школ и 13 детских садов ввели в эксплуатацию. Это в основном и в муниципальных районах. Сейчас амбиционные задачи стоят по строительству школ в городе Якутске в рамках проекта с ВЭПеров под гидой Министерства просвещения Российских операций. В сфере науки мы с прошлого года начали реализовать государственную программу развития науки нашей республики. И объем финансирования этой программы в прошлом году достигла более 300 миллионов рублей. И благодаря реализации мы в прошлом году победили на общероссийском конкурсе отбора лучших проектов НОДСЕВЕР, который должен вывести нашу экономику на совершенно новый уровень развития. И в текущем и последующем годах мы этим будем масштабно заниматься. В сфере сохранения и развития языков мы начали реализовывать государственную программу. И прежде всего наша работа была направлена на создание учебников и учебно-методических материалов в школах и детских садах. Если мы раньше слушали часто проблемы о том, что нет учебников по родным языкам и литературе в школах, то мы по итогам прошлого года выпустили множество литературы и ставим задачу, чтобы в ближайшие два года такой проблемы, как дефицит учебников по родным языкам и литературе, была искоренена полностью. В сфере культуры и духовного развития мы считаем, что нашим приоритетом остается это сохранение и приумножение культурного достояния народов нашей республики. И вы знаете, что гордостью всей республики и России является наше культурное достояние нашего многонационального народа. Наша Олон-Хо включен в семейный список наследий ЮНЕСКО. И мы в год культурного наследия, который был объявлен президентом страны Владимиром Путином в 1922 году, подготовили план мероприятия по развитию дальнейшего направления. Главой республики был создан оргкомитет. Мы совсем недавно на Организационном комитете утвердили план мероприятий. И прежде всего эти мероприятия направлены на сохранение и приумножение нашего культурного достояния. Реализуется активно национальный проект культура. Из года в год увеличивается финансирование национального проекта культура. Строятся сельские дома культуры. Это еще раз является одним из приоритетов нашей работы, поскольку именно сельские дома культуры в муниципальных районах должны стать опорой для дальнейшего развития духовного, развития нашего народа. В рамках национального проекта также ремонтируются и оснащаются модельные библиотеки, муниципальные библиотеки и ряд других направлений, которые развивают данное направление. В сфере физической культуры и спорта нашей основной целью является вовлечение жителей республики в систематическое занятие физкультуры и спорта. И по итогам работы за прошлый год мы достигли показателя 46%. То есть уже почти половина населения каждый день ходит в спортивные залы и занимается физкультурой, тем или иным видом спорта. И далее мы ставим цель, чтобы путем строительства и спортивных объектов, а их строится в последние годы немало, и в горном районе были введены недавно спортивные объекты, в Мегене-Кангалацском районе. В текущем году мы вводим спортивные крупные объекты в селе Барагонцево-Селданского района. И в городе Якутске в рамках поставленного главой республики цели о проведении игр Дети Азии мы планируем строительство спортивных залов в городе, в Сайсарском округе, в промышленном округе, в Катасах сейчас строится. Все это должно повысить доступность этих спортивных залов для населения. И тем самым мы укрепим и здоровье населения, и, соответственно, повысим спортивное мастерство наших спортсменов для достижения успехов в спорте высших достижений. Конечно, мы развиваем наше направление по поддержке национальных видов спорта. Как вы отметили в сюжете, мы провели в прошлом году спортивные игры по национальным видам спорта, игры «Манчар» в Берликостяхе, которое прошло в беспрецедентных условиях ограничения в связи с COVID-19. И нам удалось обеспечить безопасность участников и организаторов мероприятия. Во время и после игры мы не зафиксировали случаев распространения COVID-19. То есть это говорит о том, что с учетом соблюдения всех мер мы можем проводить культурно-массовые мероприятия в нашей республике. В текущем году мы планируем провести чемпионат мира по масс-рестлингу. Этот вид спорта во всем мире поддерживается 50 странами и уже подтверждает участие на этом мероприятии в чемпионате мира по масс-рестлингу множество стран. И сегодня создан оргкомитет и проводится плановая работа. В сфере инновации и цифрового развития и IT-сферы мы знаем, что у нас успешно функционирует система поддержки инноваций. Это и венчурные компании Якутии, это и корпорации развития Якутии, IT-парк, технопарк, которые выпустили уже много успешных проектов не только в нашей республике, но и в России, и во всем мире. Они сегодня пользуются успехом среди клиентов. Это говорит о том, что идет правильная, полномерная работа по поддержке инновационной сферы нашей республики. Ведь мы ставим перед собой задачу ориентир не только на сырьевую экономику, не только на добычу и продажу полезных искомаемых, но и на высокие технологии, которые добавляют высокую стоимость. Это, прежде всего, IT-сфера, креативная индустрия. И нашу инициативу поддержали на федеральном уровне. И сегодня строится креативный кластер здесь, в городе Якутии, который уже будет введен в апреле текущего года. В прошлом году Российская Федерация выделила федеральную субсидию в размере 412 миллионов рублей на создание трекулятивного кластера. Здесь получат поддержку наши резиденты. Это и художники, это и изобразительное искусство, это и мастера народно-художественных промыслов, это и кино, дизайн. Они будут развиваться на этой площадке. Это еще раз нам даст развитие экономики в несерьевом секторе. Что касается федеративных отношений, межрегиональных отношений, в нашей республике 120 народов разных национальностей проживают в мире и согласии. И для нас важно, чтобы проведение культурно-спортивных мероприятий в этой сфере укрепили содружество народов. И это действительно так. Мы по итогам прошлого года удостоверились, что 70% населения поддерживает и считает межнациональные отношения в республике позитивными. В год столетий СССР мы, конечно же, будем предлагать максимум усилий для того, чтобы все абсолютно стратегические цели, задачи текущего года были выполнены и проведем на высоком организационном уровне историческое, культурное, общественно значимое событие год столетия якутской автономии. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. И следующие вопросы будут адресованы в адрес руководителей тех министерств и ведомств, которые работают сегодня с нами. И первый вопрос в адрес Юрия Степановича Куприянова, министра культуры и духовного развития. Юрий Степанович, несмотря на ограничительные меры, какие успехы достигнуты в сфере культуры в 2021 году, в том числе в рамках реализации национального проекта «Культура»? Пожалуйста. Добрый день. Еще раз хочу, ну давайте, даже не знаю, с чего начать, какие успехи. Сразу отмечу о том, что режим работы в ограниченном пространстве, у нас наполняемость залов была где-то 50%, социальное расстояние полтора, мы шагнули резко и вперед в онлайн-пространство. За прошлый год мы сделали 2 миллиона 900 с лишним посещений сайтов наших учреждений всей культуры. Это по всей республике. Это и есть правило про культуру Россия, РУ. Мы зарегистрировали там все наши счетчики, и каждое наше учреждение, дом культуры, театр, музей, имеют в себе подсчет, идет у нас на уровне Федерального Министерства культуры. Это раз. Мы шагнули далеко в онлайн-пространство. Театр оперы и балета, я хотел бы обязательно отметить, в прошлом году привез приз «Онегин». Он, может быть, так незаметно остался, но это очень большое достижение для театрального искусства нашей республики. Мы никогда этого приза не привозили, тем более наш самый большой театр оперы и балета. За прошлый год, действительно, мы за три года подряд становимся одними из лучших в Российской Федерации читающим регионом. И у нас теперь осталось постоянно хранение, почетное звание регион чтения Республика Саха-Якутия. Наш глава республики, Айсен Сергеевич, получил этот приз от Книжного Союза. Это высокий уровень признания, когда говорим о духовном разбитии, о республике и в целом о культуре нашей республики. Основные показатели такие, хотел бы эти отметить, и плюс национальный проект «Культура», благодаря которому мы построили дом культуры в селе Апаны. Вот ждем немножко смягчения режима пандемии, чтобы его открыть. Девять наших детских школ искусств получили музыкальные инструменты, каждая по 5 миллионов рублей. Таких достижений у нас раньше не было. Ну и за прошлый год, благодаря инициативе нашего президента страны Владимира Путина, начался проект «Пушкинская карта». В республике 18 тысяч представителей с 14 до 23, это наше будущее поколение, оформили «Пушкинскую карту». Это шаг в будущее. Вот основные направления нашей работы за 2021 год. Спасибо, Юрий Степанович. И следующий вопрос в адрес министра Гаврила Витальевича Кириллина. Наиболее значимые события, которые вы могли бы выделить за прошедший год? Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Основной целью работы нашей отрасли является создание благоприятных внешних условий для поступательного развития нашей республики и, конечно же, сохранение межнационального и межкофессионального согласия в нашей республике. В этом плане, 2001 год у нас стал неплохим. Во-первых, мы отмечаем восстановление деловой активности в сфере внешней экономической деятельности. У нас начал работу экспортный совет при главе республики Саха-Якутия. Продолжает работу республиканский центр поддержки экспорта, который внедряет инструмент как раз поддержки экспорта. И все это сказалось о том, что у нас внешний торговый оборот нашей республики после резкого падения в 2020 году, уже по итогам 2021 года, восстановился и даже превысил до пандемии показатели, достигнув 6 миллиардов долларов США в 2021 году, что на 40% выше показателя 2020 года. Ну и, конечно же, мы отмечаем рост экспорта нашей республики, в том числе и нестребового экспорта, который является показателем реализации национального проекта международных операций экспорта нашей республики. Во-вторых, конечно, повышение деловой активности также сказалось на проведении крупных международных мероприятий, в том числе и в нашей республике. В прошлом году мы провели конгресс в местах региональных властей Евразии, Генеральной Ассамблеи Ассоциаций региональных администраций стран Северо-Восточной Азии, Дни Якутии в Татарстане, Северный форум по устойчивому развитию. В этих мероприятиях приняло участие ее в онлайн-форуме и заочно более 8 тысяч человек. Ну и, конечно же, республика также после возобновления работы Петербургского международного комиссии и Восточного комиссии также активно приняла участие в этих мероприятиях, заключив 36 соглашений в области социально-экономического и инфраструктурного развития нашей республики. В-третьих, наши национальные культурные объединения смогли в прошлом году привлечь более 40 миллионов рублей на реализацию своих проектов в виде грантов и субсидий, в том числе и с федерального бюджета. Они провели более 250 мероприятий в прошлом году. И, конечно, мы достигли все цели и показатели реализации национальной политики. Ну и в-четвертых, в прошлом году в правительстве проводилась большая подготовительная работа в рамках столетия образования Якутской ЕССР. В прошлом году в рамках республиканского и федерального плана проведено больше 20 мероприятий у нас в республике, в том числе с привлечением федерального финансирования. Разработаны и утверждены все планы на текущий год. И мы уверены, что мы достойно встретим в этом году юбилей нашей республики. Спасибо. Спасибо, Гаврил Витальевич. И следующее свое обращение я хотел бы адресовать министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Сколоновича Семенову. По итогам 2021 года республика является безусловным лидером по развитию IT-отрасли на Дальнем Востоке. Многое сделано для обеспечения доступности связи и высокоскоростного интернета в районах республики для всего населения. Как решаются приоритетные задачи, курируемых вашим министерством в сферах? Доброе утро. Действительно, пандемия показала, насколько важна развитие отрасли связи. За прошлый год мы построили рекордное количество волнц. Мы подключили 70 населенных пунктов. И сегодня эта цифра составляет 362 населенных пункта. Практически 90 с лишним процентов населения имеет возможность доступ к быстрому интернету. И эту цифру мы будем дальше увеличивать. У нас уже 5 районов полностью оцифрованных. Мы идем в Оленек. То есть через Оленек дошли до Желинды и идем в Соскалах. Сейчас есть проекты посреди Волс до Потагая. По Севморпути идет стройка. Будет подключен Булунский район, Тикси. Также подписано соглашение СНПО «Импульс». Мы пойдем до Зырянки-Хану. И есть желание дойти до Черского. Это Нижнеколымский район. То есть мы практически планируем подключить все арктические районные центры. И это большая работа. Потому что огромные расстояния. Это большие инвестиции. То есть 13 тысяч километров Волс уже построено. Это дает возможность включать связь четвертого поколения 4G. И это все делается для того, чтобы цифровые сервисы внедрялись в жизнь. Если говорить про уже цифровизацию, то о чем вы сказали, Дмитрий. У нас проектный офис по цифровизации возглавляет Асин Сергеевич Николаев. Принята стратегия. Утверждена программа. В эту программу вошло 17 органов государственной власти. Например, в прошлом году мы заняли 20 место по стране по цифровой зрелости. Туда включаются индикаторы по образованию, здравоохранению, транспорту, ЖКХ и другим направлениям. И, конечно, какие сервисы это внедряется? В прошлом году внедрена платформа обратной связи на госуслугах, где граждане с любого населенного пункта могут писать свои обращения. И это все отслеживается и на федеральном уровне, и на уровне региональной власти, и муниципальной. Более 50 тысяч обращений уже было отработано. Через, вы знаете, что мы ввели такой сервис, как цифровой помощник Айта. Более 50 тысяч обращений через цифровой помощник. То есть, что говорит о том, что этот помощник очень востребован. И даже последняя перепись населения показала, что люди активно очень работают онлайн. Более 20% людей обратилось, прошла перепись через онлайн. Ну и вообще все услуги, это запись в школу, получение пособия на ребенка, ход лицензии, все идет онлайн. Поэтому наша задача внедрять это быстро, все цифровые сервисы. Но если говорить, что про средства массовой информации, в прошлом году у нас было столетие газеты, государственные газеты на якутском языке. Мы внедрили приложение онлайн, НВК Саха. Теперь онлайн НВК Саха можно смотреть на всех платформах. Поэтому действительно цифровизация идет очень быстро. Спасибо, Анатолий Аскалонович. И следующее обращение в адрес министра образования и науки республики. Ирина Павловна. Действительно, в республике очень динамично создается современное образовательное пространство. Реализация национальных проектов позволяет совершенствовать инфраструктуру, решить проблему очередности в дошкольном учреждении. Что сделано для достижения ключевой задачи повышения качества образования? Конечно, приоритетной задачей нашей республики сегодня является вхождение 15 лучших субъектов Российской Федерации по качеству образования. При этом реализация национальных проектов является одним основным драйвером. И поэтому по направлению современная образовательная среда в 2021 году построено 4 школы на 650 мест. В селах и в населенных пунктах создаются точки роста цифровая. Лаборатория в школах в 111 таких учреждениях в этом году создана. И надо сказать, что в Институте развития образования и повышения квалификации нашей республики тоже открыт центр непрерывного педагогического мастерства для наших учителей. По направлению успех каждого ребенка в 52 спортивных залах созданы тоже такие условия занятий физической культурой и спортом. У нас открыт региональный центр отдаленных детей в республике Малой Академии Наук. В двух школах у нас созданы лаборатории. Это школы специально-коррекционные, государственные школы. И далее нужно отметить, что направление молодые профессионалы. В шести учреждениях у нас открыты 28 таких мастерских, где наши студенты будут заниматься и сдавать демонстрационные экзамены. И непосредственно в сфере образования прошедший год принес большие, значит, успехи. Во-первых, это участие наших детей в предметных олимпиадах. В Всероссийской олимпиаде по обществу знаний наш ученик Якутского городского лицея Эскин Кирилл занял абсолютное первое место. Семь учащихся школ республики стали призерами. И по организации государственной итоговой аттестации у нас в республике мы с 17-го места вышли на 10-е место. Значит, среди всех субъектов Российской Федерации. Ну и надо отметить, что студенты наших средних профессиональных образовательных учреждений успешно приняли участие на, значит, чемпионате WorldSkills, тоже вошли в десятку лучших команд всей России. Такие успехи у нас в 21-м году были. Спасибо большое, Ирина Павловна. И особенно приятно в эти олимпийские дни задать вопрос следующий Леониду Николаевичу Спиридонову, министру по физической культуре и спорту республики Саха-Якутия. После долгого перерыва из-за пандемии были проведены крупные спортивные соревнования. Продолжается строительство спортивных объектов. Расскажите об основных результатах, достигнутых в сфере физической культуры и спорта в 2021 году. Да, доброе утро, уважаемые жители нашей республики Саха-Якутия. Да, действительно, после большого перерыва из-за пандемии COVID-19 мы в прошлом году возобновили проведение физкультурно-спортивных мероприятий. В нашей республике мы провели 312 физкультурно-спортивных мероприятий, из них 146 физкультурно-массовые виды спорта провели мероприятия, также 33 мероприятия провели среди юношей и девушек, 76 мероприятий провели по национальным видам спорта, также мы провели 60 мероприятий по адаптивным видам спорта. В этих мероприятиях приняли более 100 тысяч людей, поэтому мы поднимаем активность нашего населения. Как вы знаете, в прошлом году самое крупное мероприятие было это проведение спортивных игр, игр манчары по национальным видам спорта, который прошел в силы Бердегистях. В нем приняли участие более 1500 спортсменов по 11-м видам спорта и из 40 команд наших лусов и городов республики Сахай-Якутия. Мы разыграли там 191 комплектов медалей. И самым большим событием стало то, что приезд министра Российской Федерации по спорту Олега Матицына и президента Олимпийского комитета Российской Федерации Станислава Познякова. Они приняли участие на открытии всероссийского мероприятия «Спорт-норматур» и приняли участие на открытии этого спорта-киада. По основным показателям мы увеличили системически занимающихся по физической культуре и спорта от 44 до 46% в нашей республике. И по указу, как вы знаете, по указу президента Российской Федерации Владимира Путина мы к 2024 году должны увеличить до 50% и к 2030 году увеличить системически занимающихся физической культурой и спортом до 70%. По строительству у нас в прошлом году мы ввели и построены 9 объектов спорта. Это спортивный комплекс «Энергетик» в городе Алдане, также стадион «Селубер-Дегестех» и стрелковый тир «Селубер-Дегестех» и спортивный комплекс «Энергетик» в Сунтарах, Верхневлюйске, на Амском районе и в городе Покровский спортивный зал по борьбе. Также в нашей республике реализуется федеральный проект «Спортнорма жизни». По этому проекту мы получили очень много оборудований, спортивных инвентарей, комплексов по ГТО. В нашей республике действуют 42 центра по ГТО, по всей республике, да, и получили очень много комплектов для ГТО. Также в нашей республике мы в прошлом году завоевали 92 медали из официальных соревнований. Ну, вкратце все, если будет вопрос, я готов ответить. Спасибо. Спасибо, Леонид. И следующее обращение к руководителю департамента по охране объектов культурного наследия республики, Николай Фанасьевич Макаров. В «Столетии республики» проводится большая работа по возрождению памятников культурного и исторического наследия. Вот об этом кратко, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители Якутии. Да, в прошлом году у нас основное внимание было уделено восстановлению объектов культурного наследия. Так, мы благодаря федеральным программам восстановили Николаевскую Качказскую церковь в селе Курдом Хангаласского улуса и в городе Якутске дом казначейства. Кроме того, благодаря общественным инициативам, поддержке отдельных энтузиастов восстановлены были объекты в Горном улусе, в Медин-Хангаласском улусе, в Хангаласском улусе. И все вы знаете, и мы искренне благодарны, что благодаря именно телезрителям, патриотам был восстановлен в селе Маая башня Манчары, памятник федерального значения. В прошлом году также мы основное внимание попытались уделить взятию под охрану сохранившихся объектов культурного наследия, в том числе священных, сакральных мест. Так были взяты под охрану места в Намском улусе, в Усалданском улусе, в Медин-Хангаласском улусе, в Хангаласском улусе и сакральные места в Хангаласском улусе и в городе Якутске. Также очень большое значение имеет упорядоченная документация наших объектов, их кадастры, их учет, появление собственника у наших объектов. И этот вопрос у нас тоже успешно решается. Спасибо, спасибо большое, Николай Анатольевич. И мы напоминаем, что мы работаем прямом, и ваши готовы, не готов принять, уже принимают во всю наш колл-центр. Спасибо, Николай Анатольевич. Спасибо, Николай Анатольевич. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . . . . . . . 1-111-11. Телефон, который вы можете позвонить и задать интересующий ваш вопрос по блоку развитие человеческого капитала. Ваш вопрос по блоку развития человеческого капитала, руководит которым Сергей Васильевич Месников, заместитель председателя правительства республики. Следующий вопрос. Мы готовы. Говорите. Здравствуйте. Добрый день. В нашем селе 2-й Чакарамгинского улуса Дом культуры является востребованным центром культурной и общественной жизни населения. Наше здание было построено в 2013 году в рамках общественного движения Добрых дел Моя Якутия в 21 веке. Но сейчас его состояние аварийное. Был осмотр районной комиссии. Как мы все знаем, в нашей республике активно строятся объекты культуры в рамках национального проекта культура. Население нашего наследия ставит вопрос строительства нового здания. Как попасть в эту программу и чем может поддержать правительство? Спасибо. Ну, безусловно, как и раньше мы говорили, нашим приоритетом является строительство сельских домов культуры в наших муниципальных наследиях. И для того, чтобы объект попал в программу финансирования, первый шаг – это всегда разработка проектной смертной документации. Если есть проектная смертная документация, то это уже большой шаг к тому, чтобы объект был построен. И мы здесь при наличии этого документа можем заявляться как на федеральные источники в рамках национального проекта культура, так и на республиканские инвестиционные средства. Поэтому, учитывая это, главы муниципальных районов уделяют большое внимание в разработке этой проектной документации и, соответственно, после этого направляют в отраслевое министерство, министерство культуры, для того, чтобы уже подавать заявку в федеральный центр, либо включать их в бюджет республики. – Спасибо. – Спасибо. – Прямо из уст зампреда правительства прозвучал ответ на вопрос нашей зрительницы из села 2-й Чакыр Амгинского улуса, да, получается. Следующий вопрос, мы готовы работать с ним. Говорите. Ждем. – Доброе утро. Ага. Меня зовут Петрова Мария Васильевна, город Якутск. И у меня вот следующий вопрос. Интересно, с какими регионами в прошлом году были подписаны у нас соглашения о сотрудничестве? – Да, тоже очень хороший вопрос. Мы ставим задачу тесное сотрудничество со всеми регионами, прежде всего с регионами Дальнего Восточного федерального округа, с которыми у нас много общего, и также укрепление международных отношений с другими странами, прежде всего с странами Азиатского континента. И мы имеем ряд соглашений и договоров, о которых сейчас Гаврил Тадьевич, министр внешней связи, дополнит. – Гаврил Тадьевич. – Спасибо за вопрос. Ну, конечно, основной целью межрегиональной связи является развитие торговли с регионами Российской Федерации, обеспечение поставок продукции в нашу республику, в том числе по программам северного завоза, ну и, конечно, доступ для наших жителей, в том числе детей, к качественному санаторно-курортному обеспечению услуг. В прошлом году мы по линии межрегиональной связи подписали шесть соглашений. Это соглашения с Республикой Крым, с Республикой Калмыкия, с Республикой Татарстан, с Забайкальским краем, Амурской областью и Крыморьем. Всего на сегодняшний день мы взаимодействуем с 45 субъектами Российской Федерации, с которыми у нас заключены такие же соглашения о сотрудничестве. Ну и в этом году также в этом направлении продолжим работу. Тоже у нас шесть соглашений готовятся по линии межрегионального сотрудничества в этом году для заключения. Спасибо. Спасибо большое. Мы еще раз напоминаем, мы работаем на прямой линии, в прямом эфире, и ваши готовы, они прозвучат в эфире. Задавайте их по телефону 3201-11. И следующий вопрос, который подготовили специалисты нашего колл-центра. Не подготовили, а приняли и обработали для выдачи в эфир. Спасибо. Слушаем вас. Алло, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Алена. Я мама и веду свой блог. И мои читатели сейчас, и встать все время, очень активно интересуются вопросом, как записать ребенка в детский сад. Что нужно для этого сделать? Да, безусловно, этот вопрос интересует многих наших мам. И для этого у нас и существует электронная форма подачи заявки, и непосредственно в администрацию города или населенного пункта. Пожалуйста, министр образования и науки Ирина Павловна сейчас расскажет. Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, сегодня очень актуален. Как устроить ребенка в детский сад? Как родился ребенок? Родители, один из родителей, конечно, на нашем государственном портале регистрируют ребенка в очереди. Есть понимание у нас очередь в детские сады, есть актуальная очередь. То есть родители, которые нуждаются, это и отмечают в этом портале, в едином. И, конечно, у нас идет по порядку, который разработан был еще в 2014 году. Есть федеральный порядок у нас, как принимать ребенка в дошкольные образовательные учреждения. В этом порядке, конечно, указано, что мы принимаем детей круглогодично, заявления от родителей, во-первых. И при наличии свободных мест, то учреждение, где территориально рядом находящиеся, или может быть предложено другое учреждение. И при этом, конечно, нужны документы от родителей, копия паспорта одного из родителей с пропиской в указанном адресе, свидетельство о рождении ребенка, копия, ну и другие документы уже учреждение само принимает от родителей. Спасибо за вопрос. Спасибо. И мы готовы следующий вопрос обработать. Говорите вы в эфире. Да, этот проект федеральный, который начал работать в нашей республике, и цель этого проекта – закрепление педагогических кадров в сельской местности, в небольших городах, поселках, для того, чтобы обеспечить там качество образования. Ирина Павловна, пожалуйста. Федеральный проект «Земский учитель» у нас реализуется 2020 года. При этом конкурс он федеральный, открытый, абсолютно для всех регионов. И по положению у нас могут принимать участие выпускники и педагогических колледжей, и педагогических вузов, желающие выехать в сельскую местность и работать там учителем предмета, который заявился регион. У нас, значит, по порядку проведения конкурса мы сами определяем, какие школы, какие школы у нас нуждаются, в каких кадрах, в каких учителях. Мы мониторим ежегодно, и по востребованности кадров в целях повышения качества образования мы направляем туда учителей по этой программе. Для того, чтобы принять участие в этой программе, нужно обратиться через сайт Министерства образования нам. И обязательные условия – это, значит, наличие педагогического образования, во-первых. Во-вторых, это, значит, педагогический стаж, уровень квалификационной деятельности, педагога учитывается, ну, трудовая книжка, паспорт, все, как положено при принятии на работу. Значит, мы собираем, обрабатываем все заявления. Заявлений бывает очень много, на одно место по 5-7 человек, смотря какая специальность и какой район. В основном мы направляем в северные арктические районы, где нам очень нужны кадры учителя, в основном это математики, начальных классов, русского языка и иностранного языка. Спасибо за вопрос. Спасибо, Ирина Павловна, за хороший, четкий, детальный ответ. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить специалистов, редакторов нашего колл-центра, которые обрабатывают поступающие от населения звонки и готовят для передачи в эфир. Вот это я называю подготовкой. То есть население напрямую обращается по телефону колл-центра, редакторы готовят непосредственно звонящего к выдаче в эфир, и звучит следующий вопрос, который из нашего колл-центра. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николаев Александр, я проживаю в поселке Депутатсков. У меня такой вопрос. Какие меры принимаются по расширению пропускной способности спутниковых каналов для улосных центров? Ведь каналы со скоростью 10-15 мегабит для районного центра крайне не удовлетворяют потребности интернет-пользователей. Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, обеспечение интернет-связью не только центральной части Якутии, но и арктической зоны является задачей работы правительства республики. И если еще в центральной, в заречной части, в юридических группах районов это качество связи достаточно высокое, и оптоволоконная линия подведена, и социально значимые объекты подключены к высокоскоростному интернету, то в арктической зоне, исходя из доступности и территориальной удаленности, проблема не так быстро решается. Но, тем не менее, у нас есть проекты и работа. Сейчас Анатолий Скалонович дополнит меня. Анатолий Скалонович, прошу. Да, вопрос очень актуальный. Действительно, в арктических районах, труднодоступных, пока мы сидим на спутниковых каналах, это в основном спутник экспресс-РВ, спутник экспресс-РВ, это часть Ямала, и те спутники, которые попадают в наши параллели, и я хотел бы сказать, что в прошлом году, в декабре, запущены еще два спутника серии экспресс, АМУ-7, АМУ-9, и в апреле месяце они должны выйти на орбиту и, соответственно, дать нам еще больше каналов, потому что сегодня, к сожалению, транспондеры спутников работают на максимальном режиме, то есть просто мы ограничены в ресурсах. Поэтому у нас два плана. С одной стороны, мы ждем выхода на орбиту спутников новых и дать возможность, мы уже проводили работу с ГПКС, это космические системы, которые управляют спутниками, спутниковыми аппаратами, дать нам шире каналы, и, конечно, это позволит на тех имеющихся возможностях дать ниже стоимость и шире канал. Но при этом, вот буквально несколько дней назад, я встречался с министром связи Российской Федерации, с Максимом Игоревичем Шадаевым, мы предложили проект строительства ВОЛС до всех районных центров Арктики, в том числе и до Депутатского, и наше предложение было поддержано министрами, и до 2024 года мы подключим все районные центры Арктики. Спасибо. Спасибо, Анатолий Аскалонович. Мы готовы выслушать следующий вопрос от наших зрителей, которые поступают в наш колл-центр. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я Сергей Холмогоров из села Майя. Я вот как-то слышал, что в Якутске будет создан Всемирный центр Мамонта. Когда и где появится данный центр? Да, спасибо. Меня очень радует, что люди, наши зрители, задают такие прогрессивные вопросы, направленные на развитие. Действительно, в стратегических документах Республики и в России записано о том, что в Республике должен появиться Всемирный центр Мамонта. Это записано и в стратегии развития Арктической зоны, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. определенно о том, что мы должны в текущем году обеспечить проектирование, а уже в следующем, в 2023 году, должны начать строить этот объект. В чем же заключается? Как вы знаете, наша Республика является хранителем в своей вечной мерзлоте останков мамонтовой фауны. И 92% останков мамонтов хранятся именно на территории нашей Республики. Это уникальная возможность раскрыть потенциал с точки зрения науки, туристического интереса, для того, чтобы люди со всего мира сюда приезжали и смотрели, наблюдали за уникальными останками мамонтов. У нас сохранившиеся прямо туши мамонтов и других видов животных в тот период. И это дает нам привлечь и науку, всю мировую науку к исследованию этой тематики. И, соответственно, мы для этого создаем такой семейный центр мамонта. Уже по распоряжению главы Республики определен план работы и решение принято о начале работы. Спасибо нашим зрителям за качественные, на мой взгляд, как ведущего с многолетним стажем, вопросы. И мы готовы ответить на следующий вопрос, который поступает в наш колл-центр. Говорите вы в эфире. Здравствуйте, доброго дня. Продолжение следует... 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 Махтауллахан, мы готовы ответить на следующий вопрос, который поступает от наших зрителей. Слушаем. Здравствуйте. Из города Якутска, Иванова, извини. Вот мы много раз слышали про возможность бесплатного посещения культурных учреждений по Пушкинской карте. И у меня такой вопрос. Где его можно получить? Пушкинская карта. Да, я попрошу министра культуры Юрия Степановича дать комментарий на данный вопрос. Юрий Степанович. Добрый день, спасибо за вопрос. Это прекрасная возможность мне рассказать еще всем, кто желает получить эту карту. Реализатором всей карты на территории Российской Федерации и оператором всех движений является Почтобанк России. У нас филиал Почтобанка есть, у нас и в Якутске. Есть во многих наших районах республики. Действительно, Почтобанк выбран, поскольку у него больше даже, чем в Сбербанке, находятся филиалов и отделений во всех населенных пунктах Российской Федерации. Карта в этом году наполняется суммой 5 тысяч рублей. Мы посчитали, что у нас в республике живет 150 тысяч человек примерно в возрасте от 14 до 23 лет. Можно оформить эту карту через сайт Госуслуги. Оформится онлайн и прочая вещь. Продажа билетов по этой карте идет в режиме онлайн или можно предъявить эту карту при входе нашего учреждения. Надеемся, что режим пандемии будет немножко ослабевать. Уже сегодня мы видим ослабевание. То с 1 марта надеемся, что оперативный штаб нам разрешит и мы примем решение, что наши все учреждения будут работать. Приходите по этой карте. У вас будет 5 тысяч рублей. Найдите Почтобанк или зайдите в Госуслуги для того, чтобы стать обладателем Пушкинской карты, если вам от 14 до 23 лет. Или ваши дети, ваши племянники. Мы хотим, чтобы тех, которые придут смотреть наши спектакли, наши музейные ценности и кинотеатры с 1 февраля, уже открыта такая возможность посещать. Ну правда, в кинотеатрах посещаем отечественные кинофильмы. По репертуарным планам других учреждений, выставок у нас в республике, в Министерстве культуры есть экспертный совет, который принимает соответствующие решения по этим репертуарам. Мы очень хотим, чтобы Пушкинская карта далеко шагала по нашей республике. Уточняющий вопрос. То есть сумма тех средств, которые поступают на Пушкинскую карту с 3 тысяч, возросла до 5 тысяч, да, Юрий Степанович? Да, теперь в этом году сумма карты стала 5 тысяч. Прошлый год это на полгода было 3 тысячи рублей. Отлично, отличная возможность. Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос в нашей студии. Говорите вы в эфире. Говорите. 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 Юрий Степанович. 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 Юрий Степанович.